всем привет все чаще встречаются погодные катаклизмы в виде мороза и одновременно дождя ну и энергетический кризис повлиял на мое решение сделать в частном доме своем резервный ввод резервный вот для подключения генератора планирую я покупку генератора чтоб случае чего завел генератор и какое-то время ты находишься в тепле так сказать и со светом для этого нужно сделать умный ввод для в общем-то подключение генератора можно его и подключить в обычную розетку перед этим нужен нужно вам отрубить основной вот и тогда будет питать генератор дом но опять же через обычную розетку нагрузку большую давать нельзя какое-то освещение минимальное и все умный вот нужно сделать поэтому делаю все по уму приобрел вот такое вот устройство dual power automatic transfer switch вот его модель продается на просторах алиэкспресс различные варианты инструкция идет для подключения со всеми делами тут все понятно хоть и на английском но в общем то даже эта инструкция и не сильно нужна я ее даже не переводил и сам само устройство такой вот блок один минус что нет крепления на один рейку и это все крепится на монтажную планку но приобрел я уже для этого модуля шкаф такой вот металлический но будет отдельно у меня это все рядом с основным шкафом там где автоматы защитные все остальное или напряжение будет такой вот ящик для ввода резервного ввода и основного ввода основное назначение этого устройства это автоматический переход с основной линии на резервную и при этом это устройство не допускает одновременного подключения двух линий то есть встречи основного питания и резервного включен вариант или же основная линия или резервная приоритет достается основной линии на основной линии когда питание появляется соответственно это электросети города автоматически переключается на основную сеть если нету основной сети подключен резерв переключается автоматически на резерв на столе собрал схему проверить и показать вам работу два ввода резервный черная вилка и вот этот вот удлинитель основной вот белая вилка и вот этот вот удлинитель нагрузкой у нас лампа выступает здесь кидаются перемычки фаза 0 сюда идет и суда же подключена нагрузка виде нагрузки лампочка имеется индикация основной вот питание и включен вот или нет также запасной вот и включен вот или нет и есть вариант переключения автоматом или ручного режима то есть мы а без в ручном режиме обестачивается привод и отсюда возникает вопрос какое потребление у всей этой системы в общем то через вот метр я подключил сейчас и посмотрим потребление включаю основной ввод индикация показывает у нас что на основном вводе есть напряжение и состояние что включен именно основной вот наглядно все видно потребление при этом вместе с лампой 16 и 6 ватта выкручиваю лампу и мы видим потребление самого вот этого блока 2 и 3 ватта 2 и 2 без всякой нагрузки давайте переключим вручной режим но также все остается неизменно тот момент когда у нас пропадает на основном вводе напряжение в автомате генератор не запускается я не планирую делать полный автомат это будет полуавтоматическое устройство такое запускать генератор я буду идти вручную прогревать его и корректно вводить в работу посчитаем что я запустил генератор и включил уже на резервный вот питание автоматически устройство переводит и подключает резервный вот также показывает индикация что напряжение на резервном вводе есть и включено состояние это в автоматическом режиме работает работает у нас генератор и на основном вводе появляется напряжение сразу же автоматически но увидите вы задержка небольшая есть доля секунды моментального перехода нету и видим по индикации что на резерве есть напряжение генератор еще работает не заглушил я его и здесь у нас также все есть глушу генератор остается основной ввод с имитирую тот момент когда на основном вводе не было питания пошел я запускать генератор не вижу никакой информации запускаю генератор и появляется одновременно на вводе на основном также питание что будет в этом случае в этом случае рубильник не переключает на резерв остается он включенным на основной ввод запустил я генератор прогрел его и хочу дать ему нагрузку как это сделать на рубильнике на в одном основном перри который стоит перед этим устройством я тот рубильник выключаю попросту говоря и автоматически нагружаю генератор это устройство автоматически переходит на резервное питание ручной режим перевожу в мануал из авто запускаю генератор генератор работает основной вот есть перевожу рубильник механически три режима нейтраль выключены два автомата слышно щелкнул отключился этот автомат этот автомат не взвелся питание видим там и есть но индикация о включении нету ни там ни там то есть нейтраль перевожу вручную на резерв взвелся автомат включен и питание есть выключаю генератор ничего не происходит ручной режим работает адекватно если он вам нужен например или что-то произошло с электрической частью этого вот устройства можно переводить вручную опять же есть основное что гарантия того что не произойдет встречи двух цепей резерва и основной верхняя крышка такая общая плату прикрывает еще одна часть и вот внутренности самого устройства двигатель приводной реверсный скорее всего плата управления реле он находится и два автомата на 63 ампера которые также можно менять случае чего обычные 63 ампера автоматы тут вот имитация один рейки автомат можно менять микро переключатели здесь кнопки такие отвечают за индикацию то есть уже а вот здесь подпалены провода на слабо точку вот можно сюда вот на эту клеммку сигнализацию различную ставить световая сигнализация о наличии питания на том или ином вводе или же можно ну как вариант звуковую какую-то зуммер какой-то чтобы предупреждал вас звуком что на том или ином вводе есть питание или нету такие варианты возможны ну и вот сама система рычагов наверное будет интересно рычаги крепятся на автомат с этой стороны коромысла такие пластик ну пластик толстый здесь металл металл и происходит переключение выключение одного автомата и включение другого в нейтрали два автомата выключены ну и работа устройства без крышки переключение происходит именно таким образом на сегодня все я не профессионал сам вникаю и вам показываю подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайки кому понравилось видео пишите свои комментарии буду рад любому комментарию особенно специалистов кто может что подсказать по этому поводу instagram сразу также подпишитесь группа в телеграме чат есть по видеонаблюдению я создал и мой канал в телеграме там где я делюсь с вами и вы можете связаться со мной напрямую все ссылки в описании к видео всем удачи и до следующих видео я и и и и и и